привет ребятушки вы на канале кот рамон меня зовут роман кот за окном прекрасная солнечная погода а я пишу для вас видео хотя очень хочется покататься очень хочется невероятно просто но я справлюсь быстренько еще успею сегодня закатнуться на мон колесе погнали в прошлом видео я рассказывал вам про мои шлемы в этом видео я расскажу про все остальное я думаю мы успеем с вами молодцы мы справимся и первое что вы можете видеть это на мне вот этот что это джерси 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 но сразу хочу вам сказать это паль куплено на на озоне за около 1000 рублей честно сказать мне просто понравился дизайн мне было интересно что за бяка приедет приехала я бы не сказал что бяка она конечно наверняка не как сказать она наверняка не имеет свойств как оригинал что-то проводить выводить дышать не дышать вот эти все истории но просто просто ради прикола сейчас вы увидите вот я натягиваю колено и тяну это презерватив прям реально она я не знаю что это за материал тянется просто нереально легкая и вообще невесомая тончайшая не знаю насчет там какой-то теплопроводности отводности и прочих вот этих всяких терминов но штука прикольная стильненькая и стоит недорого ничего сказать против не могу и за тоже поэтому тут уже каждый выбирает сам на озоне наверняка еще есть но это не про защиту наверное это просто про стилек защита локтей у меня она всего одна и она тоже такая презервативо образная куплена она на том же озоне не помню что-то в районе полутора тысяч рублей она стоила в том году я покупал в конце лета или не в конце в середине она легко надевается на руку просто натягивается ну я щас не буду натягивать очень неудобно или натянула вот натянулась она на руку и собственно все пожалуйста у тебя здесь я не знаю что там внутри какой-то пластик и какая-то мягкая штучечка штучечка мягкая здесь в общем довольно удобно планы по размеру чтоб все попало попало у вас совпало я взял маленькую она на мою тоничную ручонку как раз снять тяжело когда локоть еще не пришел в порядок и вообще брал ее для мтб и катался в ней на мтб да и нормально все ну да конечно когда жарище все на руки потеют все равно все равно жарко все равно жарко в любой защите я думаю будет жарко какая бы она там ни была если вы еще вжариваете педали на велике вкручиваете а на моноклесе немножко другая история потому что вы двигаетесь на большой скорости при этом не затрачивая никакой энергии на это поэтому я думаю что возможно возможно я попробую в ней погонять летом не мой кстати я катался без защиты локтей но локоть повредил не из-за моноколеса вот так что штука интересная вот так вот она выглядит и называется кому интересно вбейте в озоне найдете я думаю на алиэкспрессе наверняка она тоже есть внутри здесь силиконовая силиконовая силикошка чтобы держалась якобы на руке ну не знаю насколько она помогает не помню на самом деле по моему все расползает дело чуть-чуть не сильно также для покатушек на мтб я покупал оригинальную мягкую защиту лид airflex вот написано здесь что там какие подробные названия есть честно не помню но вы найдете без труда и стоило в районе 7000 рублей она очень удобная мягкая невесомая на ногу надевается также как и защита локтя просто натягивается и все и здесь внутри силиконовые тоже штучки есть такие треугольнички они должны прилипать к телу но на самом деле прилипают они не очень все-таки при активном педалирование она сползает и на моноколесе когда едешь в ней вот от всех этих кочек от всех этих движений твоими ногами она все но по чуть-почуть по чуть-почуть по чуть-почуть ползает ее подтянуть несложно это не проблема насчет защитных свойств не знаю ни разу не падал что в локтях что в этой защите и вроде как она тут состоит из какой-то нано резины внутри которая при ударе твердеет так они вот абсолютно как носки просто я не знаю мягенькие свернулся а при ударе якобы она должна твердеть при сильном и защищать ногу я не знаю работает это или не работает но вот что есть то есть в плане удобства да могу рекомендовать классная вещь в плане цены конечно кусается возможно есть что-то подешевле хотя такого удобного наверное дешевле ничего не найдете погнали дальше защита запястье защита запястье была куплена на алиэкспрессе за 800 рублей по моему так вот она называется я в ней прокатился всего один раз да я балбес и защита запястье нужно если вы упадете будете скользить на голых руках то ваш останетесь без кожи если вы упадете будете скользить на радио легеньких перчатках то вы все равно останетесь без кожи а вот на этом пластике по идее скользить будет достаточно безопасно насчет удобства довольно удобно она на руке сидит она сделана форма и и господи как это называется она имеет такую эргономическую ортопедическую форму прям огибает ладонь запястье здесь все удобно тоже на виду там не видно в общем она не просто какая прямая палка из пластмасса все тут удобненько сделано но конкретно в моем случае все равно это для меня неудобно потому что в перчатках удобней но небезопасно я думаю что такая защита она вообще про защиту можно долго спорить в каких условиях какая нужна для чего она нужна нужна ли она вообще но я считаю что каждый должен выбирать сам для себя и никого не принуждать не заставлять я не хочу хотите ездить голышом это ваше дело и я вас ни в коем случае не осуждаю осуждение это самый страшный грех так что вот эти комментаторы которые пишут теперь уже не пишет черный список же есть всякую хрень вы задумайтесь над тем что когда вы кого-то осуждаете вы поступаете как нехороший что ну смысл смысл кого-то осуждать у всех у каждого свое видение у каждого своя жизнь у каждого своя история и каждый человек волен сам решать как ему себя защищать во что ему себя одевать на чем ездить на чем не ездить куда ездить что кушать и так далее ну поняли в общем каждый имеет полное право решать это для себя самостоятельно и осуждать его за это глупо как минимум поэтому хотите вы кататься в запястьях катайтесь в запястье хотите кататься без них катайтесь без них я катаюсь без них возможно буду кататься с ними когда-то погнали дальше летом я катаюсь в любом случае в перчатках даже когда очень жарко я катаюсь в тоненьких мтб шных перчатках которые уже тысячу раз зашивались такие перчаточки у меня есть лид 10 они невероятно тонкие легкие продуваемые удобные и вот прямо в тягулечку в тягулечку классные перчатки я катаюсь них потому что во первых хватаешься за грязное колесо там и всякое такое ну и при каких-то неудобностях или каких-то мелких падениях они немножечко защищают я не говорю что они спасают от каких-то травм нет ни в коем случае это просто дополнительный комфорт и все если вам нравится так катайтесь так нравится голышом опять же катайтесь голышом интересный лот это вот это шарнирная защита которая как уже многие поняли и знают является почти стопроцентной копией оригинала от компании лид это шарнирная защита покупалась мной тем летом на озоне за две с половиной тысячи рублей и полгода до недавнего времени она лежала в мешочке вот кстати в таком мешочке она приезжает в оригинале кстати такого не кладут она лежала лежал я и не пользовался а тут вдруг что-то купил себе 16x но на колесо и думаю ну пора наверное там и скорости повеселее и все такое взял эту защиту наделаю на себя и понял что в ней вполне себе удобно единственный нюанс в этой защите в том что она только одного размера в отличие от оригинала оригинала там есть с чем поиграться вы можете взять на огромную можете взять на малюте малюсенькую ножку можете на детскую найти а у этих товарищей такого разнообразия к сожалению нет поэтому это я так понимаю xl или xxl размер мне она великовато по зиме нормально на одежду там все такое я не знаю как она себя будет летом вести на голых ногах когда я буду в шортах например кататься если буду в шортах кататься но тем не менее она такая же как и оригинал удобная все у нее классно на быстросъемных этих фиксаторах застегивается все хорошо сидит все удобно ну вы в моих видосах уже видели как все выглядит все шевелится шарнир работает падать я в ней ни разу не падал но знаю людей которые падали и они довольны говорят что это то же самое то же самое что и оригинал ничего не разваливается ничего не стирается мгновенно колени целые все в порядке подкладочка здесь мягенькая внутри плюс-минус наверное такая же как в оригинале я не щупал оригинал но я смотрел всякие обзоры по сути то то же самое резинки кто-то говорил что они там где-то из строя быстро уходят у меня пока живы и немного катал да и стоит она не настолько много чтобы ее нельзя было там раз в год например или раза два года заменить просто на новую кто хочет заморачиваться тот может перешить резинки не проблема еще отдельное хотелось бы сказать слово про обувь с тех пор как из россии ушли бренды adidas nike puma там и все остальные потом ушел стал вопрос стал вопрос потому что я всегда ходил ходил в adidas овских кроссовках мне всегда они нравились не всегда было очень удобно комфортно классно и они адекватно в принципе денег стоили но сейчас они конечно есть можно найти но очень велик риск попасть на подделку нарваться не хотелось бы отдавать за подделку там какие-то апонские деньги странно чисто ради прикола когда наткнулся на озоне а точнее нет сначала я наткнулся в спорт мастере на китайский бренд 361 градус ну 361 просто пишется посмотрел пощупал и вроде прикольные кроссовки они на ощупь такие были интересные мягенькие легенькие и дизайн у них прикольные все хорошо но ценник там был тоже злой такой же как у адидас а тут на озоне попадаются кроссовки этой же фирмы и по каким-то сладким прекрасным ценам и я вот эти кроссовки белые в которых я катался всю зиму всю осень я и взял на зоне за 2300 рублей с такими мыслями если они прослужат хотя бы месяц а еще лучше хотя бы сезон и не развалится в хлам то это лучшие кроссовки в мире и ребят эти кроссовки прокатали всю осень всю зиму я в них и ходил и в лужах всяких бывал и в стиральной машинке они стирались много раз уже и при температуре около 70 градусов по моему я стирал они нигде не треснули нигде не лопнули они немножко ну это нормально потеряли свою форму совсем чуть-чуть там где-то вот здесь помялось там ну в общем это это абсолютно абсолютно нормально они сделаны из кожзама но он к моему удивлению не дубовый какой-то который растрескивается везде повсеместно он мягкий и нигде он не треснул они вообще нигде вообще нигде они абсолютно не имеют ни единой трещинки ни в одном месте я полгода в них отгонял они ничего не весят них мягкая подошва достаточно мягко не настолько мягко чтобы быть уже совсем некомфортно что-то такое среднем я могу смять спокойно ходить них удобно нога в них сидит удобно стелька кстати говоря точно такая же как в adidas точно такая же того же самого материала с тем же самым вот этим покрытием все то же самое только 361 они написаны внутри все прошито как и в adidas все то же самое вообще ничем не отличается реально может какие-то там докапываться есть нюансики но это две тысячи триста рублей ребят две тысячи триста рублей я реально был бы рад если бы они отходили неделю развалились потому что за такие деньги кроссовки да еще и китайские странно странно что они живые они живые и в них удобно поэтому рекомендацион прям вообще без без заморочек заходите на зон находите их если они стоят меньше 3000 рублей покупаете и наслаждаетесь офигенные кроссовки но размер выбирайте по длине стельки замерите свою стопу рулеточкой и прямо там есть в таблице длина стельки у меня длина стельки 275 по моему миллиметров и все я вам заказал по длине стельки 275 миллиметров пришло размер в размер все четко у меня уже не единожды спрашивали про мою вот эту яркую желто зеленую непонятную курточку которой я катаюсь и да я вам расскажу конечно же про нее брал ее в триал спорте это сноубордическая мембранная легкая куртка дрейк дизаста она называется так она выглядит сзади спереди вы уже и тысячу раз видели как она выглядит да она тоненькая мембрана у нее сколько я помню точнее я не помню поэтому посмотрю 8000 на 8000 мембрана размер элька я взял мне вообще м к по идее нужно но я взял иль потому что м ки не было ну думаю оверсайз так оверсайз ничего страшного мне нравятся такие шмотки она имеет проветривание подмышек на молнии в обе стороны можно застегнуть расстегнуть вот этот кенгурушный кармашек который точно также можно застегнуть здесь есть молнии с одной и с другой стороны в этом кармашке есть отверстие под наушники или там под какие-то провода и не знаю в вы поняли да вот он вот капюшон здесь большой он сделан таким большим специально чтобы можно было надеть его поверх шлема для большего тепла вешалка снаружи удобно кстати еще искать не надо на прям вот взяли и повесили и внутри она флисовая тепленькая но она прям тоненькая и она немного весит не тяжелая то есть принципе в какие-то прохладные летние вечера я думаю в ней тоже можно будет покатушки устраивать она не промокает не продувается совершенно на большой скорости абсолютно комфортно в ней реально не продувается все нормально мембрана 8к справляется с этой задачей классная куртка она мне очень нравится я ее уже один раз стирал если стирать ее по тем данным которые здесь на ней были где-то написаны а здесь написано 30 градусов если стирать ее при 30 градусах она не отстирывается специальным средством она не отстирывается поэтому стирал я ее при 70 она стиралась специальным средством для мембранных курток который точно также в триал спорте приобрел так что мы имеем заключение хочется сказать я же все показал я же все показал заключение хочется сказать по поводу защиты ребят мнение у всех у вас я так понял разделяются то что пишет кто пишет мало защиты кто пишет много защиты кто пишет зачем для этого колеса столько защиты давайте немножечко по будем по рассудительнее да ну вот вы пешком идете спотыкаетесь и подойти головой обордюр и все 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 родители родители плачут там жена ревет дети тоже в истерике вас нет больше на этой земле представляете страшно да и это пешком на ногах а катаясь на моноколесе как ни крути у вас шансов где-то что-то не так сделать и упасть больше больше да больше и при этом вы можете упасть на скорости хоть 2 хоть 5 хоть 25 хоть 35 100 километров в час и на любой из этих скоростей вы можете удариться головой оба какой-то предмет или об асфальт или а бордюра или камушек просто приложиться и все вы можете стать инвалидом умрете ладно господи все вы отмучились а если вы упадете и что-то произойдет с вами такое что вы всю свою оставшуюся жизнь будете вообще у меня не в адеквате не хочется да да и вообще в целом конечности ломать поцать не хочется наверное да или как или как у нас устроено вообще я заметил люди не особо ценят и любят свое тело я тоже такой же был сейчас как-то начал задумываться про тело про здоровье про все эти дела когда уже на самом деле поздновато немножко стало когда уже все рассыпаться начал тогда я начал этим заморачиваться поэтому защита она штука индивидуальная но лично я считаю что она нужна если она вам не нужна я вас ни в коем случае не осуждаю хотите катайтесь без защиты пожалуйста вам так комфортно вам так удобно катайтесь я очень надеюсь что у вас все будет хорошо вы не будете падать не будете разбиваться не будете коситься и ни в коем случае не погибните не пострадаете и кто выбирает кататься в защите вы тоже ребят молодцы большие молодцы вы сделали для себя выбор и какая бы она там ни была главное что она у вас есть и вам в ней комфортно и безопасно пожалуйста люди будьте адекватными принимайте чужой выбор не надо его хаять не надо на него как-то злиться спасибо что вы смотрели меня подписывайтесь кто еще не подписался у вас не займет это никакого труда и времени зато вы будете получать уведомления я постараюсь что-то снимать может быть интересненькое даже может быть не интересненько каждому свое да и у всех свои абсолютно всем и каждому желаю безопасных покатушек и не только покатушек вообще в целом безопасности берегите себя будьте здоровы и живы и держите мозги свои чистоте это очень важно всех обнял всего хорошего поеду покатаюсь там невероятно классное солнышко я надеюсь мне не вставит никто палку в колесо ручьи бегут все то и класс класс весна весна всех поздравляю с весной ребят поздравляю от души искренне весна это круто все всем пока с вами был роман кот вы были на канале кота роман до встречи я все-таки выехал покататься погода классная солнечная все тает конечно но и кататься можно забыл сказать вам про термобелье если вы катаетесь холодную погоду зимой осенью даже может быть летом я не знаю в холодные какие-нибудь ночи обязательно купите себе комплект термобелья где-то в районе двух тысяч с небольшим я покупал себе свое термобелье на озоне и наслаждайтесь покатушками а я научился ездить сиди кстати и м и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok